Сергей Латышев на Царьграде за 18 июня 2023 года. Путин раскрыл карты, приговор Зеленскому прозвучал из Африки. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что мой канал существует только и исключительно на ваши пожертвования. Спасибо за понимание. Ну и напоминаю тем, кто забыл, и сообщаю тем, кто не знал, что 24 июня у меня день рождения. Поздравления принимаются. Огромное сердечное спасибо уже поступившим поздравлениям от Рустема, Ирины, Андрея и неизвестного, который перевел по прямой на Киви без потери процентов. Большое человеческое спасибо. Поехали. Попытки Запада повернуть ключевые африканские страны против России под предлогом войны на Украине завершились грандиозным провалом. Это стало окончательно ясно по итогам продолжавшихся свыше трех часов переговоров Владимира Путина с лидерами и спецпредставителями семи африканских стран, которые побывали перед этим с шокирующим визитом в Киеве. Еще важнее другое, прояснилась судьба Украины. Царь Град собрал и выделил главное. Список международных посредников в деле разрешения украинского кризиса, состоявший ранее из Китая, Турции, ОАЭ и ряда других стран, заметно расширился на целых восемь стран Африки, которые показали, что твердо стоят на стороне России. Речь идет, во-первых, о президенте Алжира Абдельмаджиде Тебуне, принимавшем участие в качестве главного иностранного гостя в Петербургском международном экономическом форуме ПМФ. Во-вторых, о группе из семи африканских стран во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, в которую входят также Египет, Замбия, Республика Конго, Каморские острова, Сенегал, Уганда, чьи президенты, премьеры и спецпредставители предварительно посетили Киев. И да, кстати, в самом ПМФ 2023, который тоже можно расценивать как форум поддержки России в период украинского кризиса, приняли участие 150 официальных делегаций из 130 стран. Так нас изолировали и порвали в клочья. Главная тема деловой программы форума, которой освещали 4000 журналистов – «Суверенное развитие основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Что предшествовало переговорам о Великокняжеском дворце? Чтобы было лучше понятно, что произошло в Стрельне, где Владимир Путин встречался с африканскими лидерами, надо напомнить, что случилось в Киеве 16 июня. Туда делегация стран Черного континента добралась на поезде из Варшавы, где пульские власти подвергли издевательством охрану главы миссии президента ЮАР и сопровождавших его журналистов. Эти несчастные, как прокаженные, просидели 26 часов в президентском самолете с отключенным кондиционером. В Киеве африканских политиков также встретили по-европейски, то есть никак. И даже больше им откровенно хамили. Попытались сделать соучастниками антирусской провокации с мнимым ракетным обстрелом России, столицы Украины. Пытались скормить фейк с русскими зверствами в Буче. И все безуспешно. На дешевые шоу, в отличие от лицемерных, все понимавших на самом деле визитеров из Европы, африканцы не повелись. Вместо того, чтобы признать вину России за резню в Буче или хотя бы промолчать, Ромапоса потребовал международного расследования предполагаемых зверств, дав ясно понять, что не считает русских виновными, а зверства реально состоявшимися. Что касается самого масштабного за неделю ракетного налета на Киев, представитель южноафриканского президента саркастически заявил «Странно, что мы не видели или не слышали взрывов. Очевидно, что все это дезинформация. Народ ходил по улицам, как обычно». И добавил «Мы, конечно, ожидали, что миссия будет непростой, однако некоторые чинимые нам препятствия вызывают глубокую обеспокоенность, например, то, как к нам относились». Облом в Киеве Неутешительный итог переговоров в Киеве подвел на пресс-конференции Ромапоса. Существует необходимость завершить конфликт как можно скорее, поскольку любой конфликт должен заканчиваться. И лучше завершить конфликт до того, как все будет потеряно. Это послание, с которым мы выступили. И что же президент ЮАР услышал в ответ? «Начать переговоры с Россией сейчас, когда оккупанты присутствуют на нашей земле, это значит заморозить войну. Заморозить все – боль и страдания», – театрально заявил президент Украины Владимир Зеленский, обнулив смысл миссии африканцев. Он утверждал, что боевые действия остановят лишь полный вывод русских войск со всех территорий, которые Украина считает своими. Так Зеленский категорически отверг мирный план Ромапоса из 10 пунктов, оглашенной на пресс-конференции. Первое. Мирное урегулирование. Подразумевается, что противоборствующие стороны остаются на тех территориях, которые сейчас контролируют. Второе. Переговоры о мире должны начаться как можно скорее. Третье. Деэскалация с обеих сторон. Четвертое. Суверенность государства и народа в соответствии с уставом ООН. Пятое. Гарантии безопасности для всех стран. Шестое. Движение зерновых и удобрений обеих стран. Седьмое. Гуманитарная помощь пострадавшим. Восьмое. Урегулирование вопроса обмена пленными и возвращения детей. Девятое. Послевоенное восстановление. Десятое. Более тесное взаимодействие со странами Африки. На другой планете. В Стрельне все было иначе. Перед началом переговоров Путин провел с членами африканской делегации, согласно словам президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, долгую, неформальную и очень оживленную беседу. Рассказал про итоги ПМФ-2023, развитие экономики России. Президент России обильно и изысканно накормил членов африканской миссии в Константиновском дворце, обеспечив на обед камчатского краба, борщ с тушеной уткой и сливками, клубничный суп с ягодным мороженым и меренгами. Гостям были предложены салаты с кальмаров, ягненок с картофелем, артишоками, оладушки с тремя видами икры, жульены с овощей с мурманским палтусом, лимонный сорбет и прочее. По окончании встречи президент России предложил главам делегаций осуществить прогулку на катере по заливу до Петергофа, цитирует ТАСС Пескова. Когда Путин повернул переговоры с миротворцами, президент России превратил переговоры в стрельни в обсуждение перспективы расширения сотрудничества Москвы со странами Африки, животрепещущих тем этого взаимодействия, подготовки второго саммита «Россия-Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июля. Русский президент подчеркнул, всестороннее развитие связей со странами африканского континента является приоритетом российской внешней политики. Москва, да Байлон, строит свои отношения с африканскими странами на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Путин провел олигбез лидером Африки по теме поставок зерна, на которой спекулирует Запад, обвиняя Россию в создании угрозы голода для африканских и других развивающихся стран из-за войны на Украине, указав одновременно на бессмысленность зерновой сделки с Киевом. Президент России привел убийственную статистику. Из 31,7 млн тонн сельхозпродукции, вывезенной в рамках зерновой сделки из Украины, лишь 3,1% ушло в страны Африки. В государство ЕС между тем направлено 38,9% – это 12,3 млн тонн, в Турцию – 11%, потом в другие страны. Поэтому обращаю на это ваше внимание. «Поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблем стран Африки, нуждающихся в продовольствии», – отметил Путин. Он добавил, что согласно договоренностям с ООН, украинское зерно должно было направляться прежде всего в беднейшие страны Африки. Путин объяснил, что мировой продовольственный кризис возник не из-за войны на Украине, а по причине действий Запада, поскольку и США, и европейские страны начали заниматься необоснованной, экономически неоправданной миссией для того, чтобы решить свои проблемы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекцией. В результате в США напечатали из воздуха 9 трлн долларов, в ЕС – в районе 5 трлн евро, и они, как пылесосом, сметали с мирового рынка все продовольственные товары в свою пользу, злоупотребляя своим монопольным положением и ставя в невыгодное положение развивающиеся страны. В свете этих слов и свежих комментариев главы МИД России Сергея Лаврова, очевидно, что это выгодно исключительно Западу, и киеву сделка в июле продлена не будет. Кто виноват в украинской войне? Разумеется, Путин затронул в своем выступлении и конфликт на Украине. Комментируя африканскую инициативу на этот счет, он поблагодарил за нее и сказал, «Мы открыты конструктивному диалогу со всеми, кто желает мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон». Президент России рассказал, как и когда, по чьей инициативе возникла украинская проблема, приведшая к войне. Путин подчеркнул, что все проблемы на Украине начались после государственного, неконституционного, вооруженного и кровавого переворота в 2014 году. Этот переворот был поддержан западными спонсорами. Они, не стесняясь об этом говорят и говорили, даже назвали сумму, которую истратили на подготовку и осуществление этого государственного переворота. И это источник власти сегодняшних правителей в Киеве – госпереворот, продолжил президент России. Он напомнил, что часть населения Украины выступила против Майдана. Ее незаконные киевские власти и утюжили танками и самолетами с 2014 года. «Россия вынуждена была поддержать этих людей, имея в виду наши исторические связи и с территориями, и культурно-языковые связи с теми людьми, которые на этих территориях проживают», – пояснил Путин. «Долгое время мы стремились восстановить ситуацию на Украине мирными средствами», – напомнил президент России. Чем закончилось миротворчество России? В качестве доказательства своих слов русский лидер показал африканцам текст парафированного проекта договора с Украиной, который был подготовлен в марте 2022 года в Стамбуле. В его преамбуле речь шла о постоянном нейтралитете Украины, а его гарантами должны были стать семь стран, в том числе Белоруссия, Британия, КНР, США, Турция, Франция. Документ состоял из 18 статей, там было все прописано, до единиц боевой техники и до личного состава. Но после того, как русские войска были в соответствии с договоренностями, отведены от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей? Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры, подытожил Путин. Итоги переговоров от Лаврова Как и было условлено изначально, итоги переговоров в Стрельне подвел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его вывод однозначен. Наши партнеры из Африканского Союза проявили понимание истинных причин того кризиса, который был создан усилиями Запада, и понимание того, что выходить из этой ситуации необходимо на основе обращения к этим глубинным причинам, на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на европейском континенте. Мирная инициатива Ромапоса, добавил министр, не конкурирует ни с какими другими. Она выступает против двойных стандартов и попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, за неделимость безопасности в глобальном масштабе. На полях ПМФ в интервью Российскому обществу знания Лавров заявил, «Украинская ситуация – это лишь эпизод. Главный, серьезный, может быть, даже решающий, но все равно это часть процесса формирования многополярного мира. Глава МИД выразил уверенность, что Россия выйдет из этой ситуации еще более окрепшей». Что с того? Итак, какие из всего этого напрашиваются выводы? Во-первых, Россия получила поддержку Африки в конфликте на Украине, которую Киев демонстративно оттолкнул от себя. Доказательством этого является все вышесказанное. Во-вторых, несмотря на разговоры о мире, война на Украине будет продолжаться до сокрушения нынешнего киевского режима, превратившего Украину с помощью Запада в нацистское государство и антироссию. В-третьих, несмотря на желание африканцев продолжать реализацию своей мирной инициативы, что понятно, с одной стороны на них давит Вашингтон, с другой их умасливает Москва, она же показала, что позиции России и Украины, за которой стоит коллективный Запад, кардинально различаются. И без громкого военного поражения Киева и смены власти в Вашингтоне выборы в США пройдут в конце 2024 года. Ни о каком приемлемом для Москвы мире говорить не приходится. Но и, наконец, в-четвертых, можно только поаплодировать желанию африканских стран во главе с ЮАР, Алжиром и Египтом играть более активную роль в мировой политике, став в ней голосом объективности. Ведущие стороны Африки выступили с единых позиций по крупной международной проблеме, не связанной с африканской или ближневосточной тематикой. Кажется, подобное произошло впервые. Сергей Латышев Путин раскрыл карты. Приговор Зеленскому прозвучал из Африки.